Всем доброго времени суток! Итак, у нас на очереди Samurai Showdown 3 Blades of Blood. Ну или Samurai Spirit Sankuro Musouken. Вышла она 15 ноября на Neo Geo, само собой. Позже была портирована на Neo Geo CD, PlayStation 1, Saturn и Game Boy. И скажу сразу, что все эти порты хуже в той или иной мере. Особенно PlayStation 1 версия, она просто ужасна. Версия для Game Boy уже привычна в чебешной стилистике. В целом она не шибко отличается от других портов таких же СНКшных файтингов. Так что сегодня будем говорить чисто об оригинале. Третья часть знаменует поворот в серии. Игра преобразовалась во многих своих аспектах и ушла в сторону более мрачной и жестокой эстетики. И это так или иначе повлияло на все механики игры, ее внешний вид и оформление. Можно даже сказать, что игра была создана с нуля и в итоге очень сильно отличается от своих первых частей. Начнем, как и полагается, с управления. Оно по-прежнему четырехкнопочное, Neo Geo же все-таки. Однако акцент сменился в сторону боев с оружием. У вас теперь три кнопки с атакой оружием, или рукой если хотите, если оружие все-таки выбили. И только одна кнопка пинка. Таким образом 90% всего времени боя будут проходить на мечах. Хотя и пинки тоже не остались без дела. Они довольно быстрые и имеют приоритет. Хоть и наносят слабый урон. А если нажать вниз-вперед и пинок, то можно сделать подсечку, сбивая врага с ног. То есть все-таки пинки не так уж и бесполезны, и о них не стоит забывать. При этом у некоторых персонажей это даже выражено в виде подката, что само собой тоже полезно. Броски как таковые из игры убрали, но есть универсальный захват. Он, как понятно, у всех одинаковый. В сторону и С рядом с врагом. Этот захват очень медленный. Однако в случае успеха вы толкнете оппонента в указанную сторону. Что не только выгодно в плане позиционирования, но и оставит его открытым на долю секунды. В плане движения у игрока по-прежнему есть дэши. Причем дэш вперед преобразился в полноценный бег, из которого даже есть свои атаки. К примеру, атака ногой из бега, как правило, подсечка. А сильная атака, хоть и чрезвычайно медленная, но пробивает блок. У вас также есть возможность откатиться в сторону после падения. Полезно для позиционирования. А из второй части вернулось парирование, если нажать в полукруг вперед перед атакой врага. Комбо-системы в игре по-прежнему нет. Но появилось множество нововведений с комбинациями кнопок. По нажатии А, Б, например, можно увернуться от атаки, как это было в серии Кино Файтерс. А если нажать вперед и А, Б рядом с врагом, то можно заскочить ему за спину. Атаки со спины более эффективны, так как враг будет дольше находиться в состоянии хитстана. Нажав Б и С, можно сделать оверхед. А если зажать А, Б и С одновременно, то можно зарядить шкалу гнева. Она, в принципе, работает так же, как и в предыдущих играх. Когда вы получаете урон, она заполняется, и при полной шкале вы станете немножечко сильнее, и вам станет доступен супер. Однако эффект проходит довольно-таки быстро. Правда, когда у вас мало здоровья, ваш персонаж автоматически переходит в режим гнева, и вот этот эффект уже не пропадет до конца раунда. Привет, Fatal Fury с их Disparation. Клэши с оружием тоже никуда не пропали, и работают по тому же принципу, как в предыдущих играх. Странным решением было убрать посыльных. Ну, помните, те, что бросали бомбы вам под ноги или хавчик? Их вам по-прежнему как бы будут бросать, но из-за края экрана. Мелочь, но заметна. Напоследок стоит еще упомянуть контр-хиты. Если вы попадете по врагу, когда он пытается вас атаковать, то ему нанесется просто кошмарный урон. Иногда всего одним таким ударом можно почти половину хп снять. Все это делает акцент не на комбо или активном спаме с пешлами, а на правильном позиционировании, реакции и адаптации к игре противника. Здесь нужно внимательно следить за врагом и предугадывать его каждый шаг, ибо любая ошибка может вам стоить половины лайфбара. Даже начало боя может быть весьма напряженным, ибо вам дают двигать персонажа до старта. В игре также есть блок в воздухе, что также можно использовать стратегически, ибо, к примеру, Шор Юкин на прыжке теперь не такая уж и гарантированная стратегия. В итоге мы получаем с одной стороны методичную, но в то же время очень напряженную игру. Прям реальная самурайская дуэль. Но главное нововведение в игре это выбор перед боем. После выбора персонажа вам предстоит выбрать его стиль. Слэш или баст. Шура и Рассетсу в японской версии. Этот выбор дает вам различия в персонажах. Причем степень вариативности довольно сильно скачет. Некоторые бойцы поменяют лишь один спешл, а другие станут чуть ли не совершенно другими персонажами. Это довольно сильно может повлиять на ход боя и стиль игры. По сути, это механика предтеча современных триггеров из Street Fighter V и вариации из файтингов Netherrealm. После этого выбора будет еще выбор класса, первый дает автозащиту, второй не меняет ничего, а третий дает бесконечный режим гнева, но при этом отключает блок. Однако, несмотря на все преображения в геймплее, в нем есть и ряд существенных и весьма ощутимых огрехов. Во-первых, сразу бросается в глаза урезанный ростер бойцов. Знакомых персонажей только семь, плюс еще пять новичков. Итого всего-то двенадцать бойцов. Да, вариации все-таки привносят небольшое разнообразие, но как-то все равно скудновато, вам не кажется? Особенно если учитывать, что под нож пошли довольно колоритные персонажи, вроде Джубеи или Шарлотки. Это, опять же, обусловлено мрачной стилистикой игры. Комедийные персонажи, вроде Артквейка, Там-Тама, Чам-Чам или Генана, тут бы, конечно, безусловно, не смотрелись. Вторая проблема – это просто садистский искусственный интеллект в одиночной игре. Я даже на изи едва ли до десятого боя дожил. В связи с чем, я выражаю огромную благодарность всем тем, кто помог записать футажи для обзора. Их имена вы видите в левом верхнем углу экрана. Ну а третья проблема – это банальная недоработка игры. Мало того, что многие вариации персонажей гораздо лучше остальных, из-за чего как бы пропадает смысл использовать их, так игра еще и забагованных чертям. Вот посмотрите на это, к примеру. Они вообще игру тестировали перед выходом? Все вот это вот вместе, даже несмотря на интересные нововведения в геймплее, оставляют, скажем так, неприятное послевкусие. Хотя стоит отметить, что игра стала более динамичной, и приемы несколько легче выполняются, так что не все потеряно. По сюжету игра является сбоквалом. То есть событие происходит после первой части, но до второй. К тому же сюжет здесь смещается, и по сути тут идет конфликт между ли всего лишь двумя персонажами. Злодеем Занкуро, который убийца и финальный босс, и Хизаме Шизумару, 12-летним мальчишкой, деревню которого, собственно, Занкуро и сжег. Остальные персонажи, включая Хаомару, например, в данной игре, что называется, не прижить и рукав. Они практически никак не участвуют в данном конфликте. Поэтому в плане повествования игра провальна. Давайте же хотя бы на персонажей посмотрим. Хаомару сильно менять не стали, собственно, как и многих старичков. Он по-прежнему ронен, гуляющий по стране, в поисках соперников, с которыми можно сойтись в бою, и бухла. Я без шуток, даже его официальная музыкальная тема в этой игре называется алкоголик. Он по-прежнему махает мечом с довольно большим замахом и метает вихри. Причем в одной вариации даже с прыжка. Ему добавили, конечно, парочку приемов в этой игре, но сильно это его стиль не меняет. Генжиру тоже, в принципе, сильно менять не стали. И это, с одной стороны, правильно, если работает, зачем что-то менять. Хотя некоторые интересные вещи у него все-таки есть. Например, в бас-стиле, если заблокировать его бросок карты, то он может, зажав кнопку, заставить эту карту упасть вам на голову. Что бывает неожиданно. Галфорт и Хэнзо, по-прежнему, будучи нинджами, скачут и телепортируются взад-назад. Хэнзо так же особо не поменялся, разве что его приемы упростились и ему добавили еще всяких телепортов. А вот Галфорт один из немногих персонажей, который реально отличается между слэшем и бастом. В слэш-варианте он по-прежнему бегает со своей собакой Паппи и может скомандовать ей атаковать врага. Причем по-разному. Хошь спереди, хошь сверху, а хошь вообще зарядить ее электричеством. Но в баст-режиме он уже без нее. В отместку ему дали парочку довольно слабых приемов и немного вариативности на телепортах. Тачибана Укьо так же особо менять не стали. Он по-прежнему может бросить яблочко в качестве обманки и у него появился контрприем. В остальном он как-то не сильно выделяется и какой-то скучный что ли. Из первой части вернулся Амакуса и он теперь не босс. И если честно, он откровенно плох. Да, у него есть телепорт и несколько разных проджекталов, чтобы держать врага на расстоянии. Но вот вблизи большинство его приемов имеют вредную такую тенденцию промахиваться, что оставляет вас открытым для получения порции звездуляторов. Вот Кьюширо чисто внешне прям совершенно новый. Вообще не узнать. Его внешность очень уж сильно преобразилась, хотя стилистика боя осталась поблизительно тот же. Куча акробатических трюков и всяких танцевальных финтов. Последним вернувшись персонажем стала Накуруру. Куда ж без нее-то, собственно. И на мое удивление, она стала моим самым любимым персонажем в этой игре. Вот так. В первых двух играх я ее люто ненавидел, а здесь мне приятнее всего ей играть. Да, ее Кадачи не дает ее атакам практически никакой дальности, с исключением некоторых конкретных. Зато она очень юркая и маневренная. Плюс она обладает самой красивой ареной и музыкальной темой, о чем чуть позже. Самое главное, оба ее стиля одинаково хороши, да и смотрятся уникально. В режиме слэш ее сопровождает ястреб Мамахаха, и в целом на Куруру здесь играется привычно. Правда, Мамахаха выучила парочку новых приемчиков. Например, она может сама пустить вихрь, давая хозяйке какой-никакой, а все-таки про Джек Тел. А вот в режиме баст на Куруру очень сильно меняется. И это единственный персонаж игры, который меняет свои манеры и характер. Здесь она станет более самонадеянной и жестокой, что даже выражено в ее портрете. К тому же ее сопровождает не ястреб, а волк Шикуру. На Куруру может запрыгивать на него верхом, что повлияет на ее подвижность. Обычное перемещение станет заметно медленнее, зато у нее появится доступ к нескольким специальным дэшам в самые разные стороны, и она может в любое время с него спрыгнуть, запутывая оппонента еще больше. Позже эта версия вырастет в самостоятельного персонажа по имени Эрера. Ну а теперь давайте к новичкам. Здесь мы впервые в бою увидим младшую сестру Накуруру по имени Рибуруру. Она веселая и жизнерадостная, и обожает свою сестру. Она также в бою использует короткое кадачи, однако ее сопровождает не животное, а ледяной дух по имени Конрил. По сути, она этакий местный Сабзира. Может бросаться льдышками, замораживать пол перед собой, ставить ледяной щит, ну и так далее. Еще один дальний родственник, скажем так, в этой игре это Кафуин Гайра. Этот вахлак племянник старика Никотина из второй части. И он тоже монах. Он выполняет функцию Зангиева в этой игре. Медленный, грузный и с кучей командных захватов. Неудобен в использовании, но крайне силен. Может отбивать Проджект Тейла врага своими дикими матюками. Кстати, в корейской версии он лысый, и его зовут Ким Ун Че. Про Шизумару я уже упоминал. Несмотря на то, что у него есть меч, он почему-то предпочитает использовать зонт в качестве основного оружия. В Баст-версии он даже может парить благодаря ему, или прыгать врагу на голову Аки Скрудж Макдак. Последний персонаж это Кубикири Басара. Призрак, одержимый местью за убийство своей возлюбленной Кагариби. Виновником, само собой, является Занкуру. И, пожалуй, это единственный персонаж, кроме Шизумару, который связан с ним по сюжету. В бою использует огромный шурикен на цепи, что дает ему очень большую дальность. Собственно, это его главное преимущество. Плюсы имеет противный такой телепорт. Ну а про самого Занкуру мы поговорим в следующий раз. Ибо четвертая игра является прямым сиквелом этой, и сюжетно они неразрывно связаны. Скажем так, данная игра является первой половиной, и без второй не имеет смысла. Ну и последнее, на что нам стоит обратить внимание, это внешние показатели игры. И я думаю, вы уже прекрасно заметили, что игра просто шикарна в визуальном оформлении. Спрайты полностью перерисованы с нуля, и они стали еще более детализированные, еще лучше анимированные, и еще более выразительные. Задние планы тоже выглядят великолепно, и даже меняются по ходу боя от раунда к раунду. Особенно это заметно в третьем раунде, когда оба игрока победили в одном из раундов, и это точно станет последним. И вот когда у игроков становится мало здоровья, экран резко затемняется, а музыка пропадает, создавая еще большее напряжение в бою. Плюс отлично работает на атмосферу. Больше всего, опять же, понравилась арена на Куруру, ибо действие случайно меняется с лета на осень, и зеленая листва может внезапно стать кроваво-красной. Пожалуй, единственный существенный минус внешнего оформления это эпилептические вспышки на суперах. В некоторых моментах реально по глазам бьет. В плане звука игра также не отстает. Звуки ударов и лязг клинков, и без того был хорош до этого. Тут, собственно, ничего менять не стали. Озвучка на месте и по-прежнему вызывает стойкое желание кричать вместе с персонажами. Даже если ты ни черта не понимаешь, чего они там орут. Ну а музыка в игре просто шикарна. У многих персонажей, как, например, Хаомару или Укьё, играет такая спокойная, я бы даже сказал, эмбитная музыка с использованием чисто японских инструментов. Что, опять же, подходит атмосфере самурайских дуэлей, локациям на которых происходят эти бои, и персонажам в частности. Взять, к примеру, бамбуковый лес в бою с Шизумару. Эта мелодия отлично сочетает в себе дуновение ветра с протяжными мотивами на флейте. Казалось бы, всего лишь один инструмент и один дополнительный эффект. Зато какая атмосфера! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok В бою с Генжиро на каком-то пустыре в захолустной деревушке играет мрачная и медленная музыка, но с четким и напряженным ритмом, подчеркивающим суровость смертельной дуэли, которая под конец резко наращивает темп, знаменуя трагичный финал для одного из участников этой самой дуэли. Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Но самая красивая мелодия, конечно, у Накуруру и ее лесной рощи. Я не знаю как, но композитор отлично передал ощущение свободы и такого душевного полета, что ли. От нее вот прям хочется выйти в открытое поле и просто начать танцевать. Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Что же мы имеем по итогу? Настоящий бриллиант, и не побоюсь этого слова, произведение искусства с точки зрения внешнего оформления, с великолепной цветастой картинкой, отличными дизайнами персонажей и локаций, зачаровывающей музыкой и прекрасной анимацией. Но вот в геймплее есть серьезные промахи. Да, управление стало удобнее и отзывчивее, приемы стало проще выполнять, добавили множество новых и интересных вещей, одно из которых вообще новинка в жанре. Но при этом игру явно не доработали с кучей багов и косяков, очень больших проблем в балансе и скотском искусственном интеллекте. К тому же сюжетная игра практически пуста. Таким образом, взвесив все плюсы и минусы, скрипя зубами с большой натяжкой, но я ставлю игре в 8 баллов. Да, игра шикарна, во многих аспектах лучше предыдущих частей серии. Но закрывать глаза на явно выпирающие минусы не получается. Это по-прежнему хорошая игра и я настоятельно рекомендую с ней ознакомиться. Но только строго вдвоем. И только в оригинальную версию. Порты, как я уже говорил, не очень. А PS1 версия так вообще ужасна. Ну а у меня на сегодня все. Пишите в комментариях, что думаете об игре, рассказывайте о канале друзьям, заходите на канал на Твиче или в группу в Контаче. Если есть возможность и желание, поддержите проект. Все ссылки вы найдете в описании. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч.